Я сейчас включу демонстрацию слайдов, но слайды эти, так сказать, они сухие достаточно, потому что я буду преимущественно их комментировать, там информации мало несет, в основном фотографии, чтобы вы видели, как у нас проходят занятия, чем мы пользуемся, и принципиальную разницу, чем наш ВУЗ отличается от всех других ВУЗов Москвы, в частности, России. Ну, обычно я проводила профориентационные занятия для школьников на базе нашей кафедры, анатомии человек РДН, и мы препарировали глаз, потому что это, в принципе, доступный материал, он интересный, наглядный и очень необычные получались занятия. Это пример того, как у нас проходит на кафедре занятие по теме нервной системы органов зрения, так как многие ВУЗы сейчас переходят на, так сказать, интерактивные технологии использования муляжей, пластинатов, различных анатомических столов, интерактивных досок, и позиционируют это как, ну, грубо говоря, более универсальное и доступное средство обучения. Ну, наша кафедра поддерживает то мнение, что, конечно, это как учить пилота на симуляторе. Все равно мы тоже используем эти технологии и стараемся идти много по времени, но мы считаем, что, конечно, биоматериал — это главное, потому что вы пойдете оперировать настоящих людей, а не будете сидеть и играть в операцию на PlayStation или еще где-то. И это, конечно, очень страшно, когда ты не знаешь, какая на ощупь кожа, когда ты ее разгружаешься, что ты под нее видишь. И поэтому, ну, я лично, мое мнение, что наша кафедра здесь опережает очень многие ВУЗы в России, у которых, например, может вообще не быть биоматериала. Это нужно уже как бы задавать вопрос в университете, как они проводят занятия. Ну, вот я сейчас стараюсь вам продемонстрировать, как мы преподаем, из-за чего наш ВУЗ не очень известен. Иногда спрашивают меня там, а где вы работаете? Я говорю, я работаю преподавателем, преподаю в университете Дружбы народов на медицинском факультете. Я говорю, а что есть такой факультет? Вот. И когда я только училась, и мне такие вопросы задавали, у меня часто возникал вопрос, из-за чего такое сложилось мнение. Потому что наш университет такой же крупный, как, ну, например, это второй медицинский университет имени Фрагова, или первый медицинский университет имени Сеченова. Ну, у нас не меньше студентов, и мы готовим такие профильные, очень коалифицированные кадры. Ну, такая, к сожалению, беда есть. Извините, пожалуйста. Да, да, да. Полина Коныгина не может войти в конференцию. Можете ее впустить? Полина, сейчас впустим. Винюйте. Спасибо. Ну, спасибо. Вот, я сейчас включу демонстрацию, но вы можете как бы встревать, задавать вопросы и участвовать в беседе, потому что это не своего рода лекция, а просто чтобы нам неслышно было общаться на этом маленьком экране. Видите? Презентацию видно всем? Да, все видно. Да, 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 все видно. Ну, я вас приглашаю на эту презентацию, назвала экскурсия. И вот эта фотография нашего главного здания, находящегося по адресу улицы Миклуха Маклая, дом 6. Это российское университет дружбы народов, но медицинский факультет находится не в этом здании, а по соседству, это соседнее здание, буквально одну остановку, нужно пройти пешком. Вот, 5 февраля 1960 году, это еще было во времена Советского Союза, был создан университет дружбы народов. Это многопрофильный классический университет, там есть все факультеты, и классический университет подразумевает с собой наличие таких вот факультетов, как медицинский, физико-математический, инженерный. И это большая редкость, потому что во Москве таких университетов всего 3, и для этого МГУ держит для себя факультет фундаментальной медицины, старается его развивать, чтобы не утратить статус классического университета. Вот, во времена Советского Союза, когда еще не было России как таковой, да, и все республики принадлежали одному государству, назывался он УДН, просто университет дружбы народов, и им было ему присвоено, им не потрясал МГУ, вот, и создавался он как бы с политической целью, чтобы тем странам, которые вышли из состава колоний европейских стран, таким как Африка, и Мексика, и Латинская Америка, и так далее, как бы для них подготовить квалифицированные кадры, так как у них не было ни образовательной программы, так как они были подавлены этими народами, и чтобы можно было именно им предоставить высококачественные персональные кадры, и принимались на обучение преимущественно люди из малоимущих семей, вот, чтобы дать возможность развиваться в своей области, которую они выберут. Они приезжали и поступали на подпак, где целый год они учили язык. И Медицинский институт, вот видите, на этой фотографии сначала назывался Медицинский факультет УДН, а позже он стал называться Медицинский факультет Российского университета дружбы народов, и несколько лет назад статус факультета повысился, и мы стали Медицинским институтом в составе Российского университета дружбы народов. Ну, это в основном такие бюрократические поволочки, но это позволило нам заявить из идеи, и мы стали более популярны, стали общаться и, как бы, заниматься продвижением, ну, скажем так, престижей привлекательности нашего факультета. Прошу прощения, тут Офеля Бомбаева просит ее добавить. Так, сейчас, дождите, Офеля, примесь. Добавилась? Еще пока. Немножко подвисает программа, видимо, из-за того, что активно используется сейчас, с первой, так скажем. На этом слайде вы видите нашего 107-й аудиторию, это самая большая аудитория, видите, стены все покрыты кафелем, потому что сделана она с учетом санэпидемической формы судебно-медицинских и патолого-анатомических моргов, так как здесь, видите, для занятий со студентами используются настоящие органы. У нас очень большой объем биологического материала, и вот вы видите на этом слайде, ребята спокойно работают, несколько сердец лежит, 4. Для чего это нужно? Вот это, допустим, сердце не вскрытое, вы смотрите общую форму, объем. Извините, можно? Тут этот микрофон выключите, пожалуйста, все включайте, когда тут кипишка постоянно у кого-то мешает сильно. Сейчас так, вы знаете, как это сделать сейчас? Не вам, вам не надо, я в этом ученикам... Да, в этом? Хорошо. Вот, ну вот здесь вы уже видите практически все ребята русскоязычные, но так было не всегда, когда факультет только создался, пригласили из разных стран абитуриентов, преимущественно это были доктора уже с опытом, которые знали более-менее анатомию, каким-то образом развивали в своих странах свои профессии и приехали сюда, чтобы получить документы и легализовать себя как специалист уже с дипломированной в своей стране. И в каждой группе было 5-6 человек, они были возрастные, кому было там далеко, за 30 даже, были опытные хирурги. Ну, допустим, если в Африке обращались, там человек, который научился у кого-то, работал, и потом, когда появилась возможность, начал, ну, как бы, приехал туда получить диплом врача. Вот, и в каждой группе из 5-6 таких человек был один российский студент, который был выбран из выпускников Первого медицинского университета, это были лучшие выпускники, но не выпускники, а лучшие студенты с самыми высокими баллами, вот, которые учились в этих группах, и задачей у них было не просто обучиться медицине, также они были еще и кураторами тех ребят, которые, ну, людей, которые приезжали учиться на медицинском факультете университета дружбы народов. И, конечно, ответственность была колоссальна, представлять Советский Союз, партбилет, все вот эти вот, вытекающие из этого устоятельства, и они, конечно же, не могли ударить гляд с лицом, у них должны были быть лучшие отметки, у них должны были лучше всех заниматься, потому что, когда ты занимаешься в группе с иностранными абитуриентами, которые только-только выучили язык, и в целом родном языке не можешь выучить там колоколы, ну, все, это, конечно, стыдно. Сейчас ситуация поменялась. К сожалению, по моему личному опыту лучше занимаются ребята, которые приезжают к нам из Африки, например, или из Туркмении, они, как-таки, сильные. Вот, ну, наши ребята тоже есть очень такие способные. Вот, я вам продемонстрирую, расскажу про них немножко, про своих конкретно студентов, чего они смогли добиться, какие мы им предоставили возможности. Вот, но, к сожалению, к сожалению, как-то вот сейчас, наверное, из-за такого активного набора, ну, хромает характер, я не знаю, как это назвать, но бывает, что студент, который учит язык 8 месяцев, занимается лучше, чем человек, который на этом языке разговаривает всю свою сознательную жизнь. На этой фотографии видите Нину Васильевну Крылову. Это одна из, ну, как бы, самой первой заведующей кафедрии Антонии Человека Российского университета дружбы народов. Она легендарная личность, потому что благодаря ей был на нашем спутете собран на практически самый большой фон теологического материала. Ну, не конкретно вот этого, который вы видите на лотке, а именно подготовлены музейные экспонаты, специально отпрепарированные органы, чтобы вы могли увидеть глубокие, труднодоступные, очень резкие, анатомические области образования. Вот. Это наш музей. Он находился на втором этаже медицинского факультета, но сейчас эту зону отдали под зал для лекций и зону санпроготовки. А музейные препараты мы спустили в сокольный этаж. Там сделаны четыре отдельные аудитории по тематикам. Очень красиво. С использованием витрин специализированных, где соблюдаются правила хранения. И есть подсветка. И все обозначено цифрами, с комментариями. Вы можете... Наши студенты приходят и занимаются там в свое свободное время. Они открыты для посещения. И если, допустим, вы пришли позаниматься вне аудиторной возненеции, у вас нет препаратов, к примеру, там, если вы поздным вечером и уже нет возможности выдать, вы можете подойти и по цифрам просмотреть, чтобы уметь показать, найти и в случае, когда уже на работе, будете работать. Найти эту область в операционной раннем, без особого труда. Вот такие были витрины. Вот то, что вы видите здесь. Это называется пластинат. Это настоящий человек, препарированный. И залитый специальным веществом, которое по типу силикона. Это питерская компания занимается. Вот вы видите, в частности, эти препараты. С момента основания факультета их собирали, готовили. И это делают специально обученные люди. Называются они препараторы. Но сейчас нет заведений, которые готовят препараторов. Поэтому у нас на кафедре есть опытный препаратор Абрамова Мария Валентиновна. И она подготавливает эти кадры. На данном этапе у нас есть два опытных препаратора, которые сейчас обучаются на шестом курсе и готовятся к выпуску. И кафедра уже готовит для них рабочие места с целью сохранить этот редкий дар. Вот здесь вы можете видеть, это настоящая голова. Передний и задний распил. Там сзади получается лицо. А это, вот видите, носовые ходы, головной мозг, язык вот в разрезе. Тут можно посмотреть на эти языка, как они идут. Под язычные, под нижнечелюстные слюны и железы. Это очень трудные для доступа области, которые даже на учебных препаратах обычно не видны. И их можно увидеть только на музейных экспонатах. Видите, эти препараты, они содержатся в специальных банках. Это патологоанатомические банки с запаянными вот такими вот краями, герметичные. Они хранятся много лет и, слава богу, ни одна пока не потекла. Так как утечка эта сопровождается излитием наружу вещества, которое находится, прозрачная жидкость. Вот она, конечно, плохо заметна, но здесь лучше. Желтенькая такая. Это формальдегид, смешанный со спиртом и с водой в специальной концентрации. Вот здесь вот препарат сердца, да, сердостение, вот трахея. Здесь вы видите нижнюю конечность с нервными стволами, то есть даже связочный аппарат. Ну, очень удачные препараты сделаны. Банки это закрываются такими крышками, которые специальной пастой замазываются. Называется это третертые крышки. Также сейчас, ну, как сейчас, в последнее время стали популярны вот такие вот пластинаты. Тоже они заливаются вот этим силиконом, который я вам говорила. Предварительно в сосуды закачивается окрашенный силикон, и таким образом вы можете на этих препаратах различать, где артерии, где вены. Так как, когда человек умирает, крошевый сосудов протекает, и очень достаточно сложно отличить, если не знаешь, да. Но так, чтобы они были показатели ненаглядные, потому что смотришь преимущественно на демонстрационные подставки, их окрашивать. Специально тоже раствором. Это называется сагитальный распил головы. Здесь ненно-сосудистый препарат, то, что здесь представлены и сосуды, и нервы. Но иногда делают отдельные нервы, и отдельно-сосудистые, смотря для чего будут использовать этот объект. За рубежом, за рубежом, это даже в извелье, вот видите, в арт-искусство. занимается этим человек сначала делал препараты человеческие, люди жертвовали свои тела на иммуноискусие. Виктория Петровна, пожалуйста, включите вот тех ребят, которые в группе ожидания. Я вроде нажала принять всех, но она виснет, эта программа, и постоянно тут что-то меняется. сейчас я их посмотрю. Группы ожидания. А у меня нет этой группы ожидания, никого. нашли, так, сейчас. Включились, нет? Да. Все? Мон максимум, а там так получилось? Да, вроде все вошли. Спасибо большое. Спасибо. Извините за беспокойство. Да, ничего. Спасибо, что вы видите. Вот. И последние годы, вот он стал делать уже, как бы, пластинаты животных, с использованием убитых, видимо, я не знаю, как он, где он это берет, конечно, слон это большая редкость, но получается вот красиво, достаточно. К чему я этот слайд поместил здесь? к тому, что у нас очень многие студенты, которые занимаются искусством, каким-то творчеством или видами спорта, иногда находят себя в совмещении этих двух специализаций, то есть вот у нас есть мальчик, который занимается 3D-моделированием и лепкой из глины, он приносил на занятия, делал великолепные кости, один в один как настоящий, покрытый лаком, а один знакомый мой, например, он занимается спортивным альпинизмом и дайвингом, и вот он нашел себя в том, что он устроился на работу в МЧС и с медицинским образованием и вот с разрядами спортивными по этим видам спорта он помогает МЧС доставать потерпевших, раненых или погибших людей из горных завалов или из глубинных всяких ну, грубо говоря, ловушек, таких как утопление подводных лодок там может быть как-нибудь его содержало при гном или при нападении животных очень интересная работа он рассказывает много случаев, которые достаточно уникальные и вот кто бы когда-то мог подумать, что вот так можно себя применить поэтому если у вас есть какие-то способности там, например, вот очень много сейчас у ребят есть IT-технологиями занимаются, компьютерами так как на это активно вводится в практику медицинскую какие мясо такие программы есть специальности которые, ну, допустим человек начал учиться и не нашел себя медицинской профессии решил, что это не его и что компьютеры ему ближе они занимаются как бы разработкой компьютерных программ для хирургической техники например сейчас, знаете, операции на роботе проводятся и очень многие занимаются ремонтом и налаживанием компьютерных технологий в разных медицинских учреждениях тоже очень нужная невостребованная профессия конечно, намного высокоуплачиваемая чем обычные медицинские области также мы используем вот такие муляжи это пластик но очень похожи на настоящие обычно в таких муляжах выставлены как бы самые важные анатомические образования которые требуются для ответа на колокол поэтому наши студенты имеют возможность прийти взять в любой аудитории шкафа вот такой вот пластический муляж и отработать свой ответ показывая и указывая на мышцы их прикрепление и особенности работы с уставов от прологии достаточно сложный материал и это очень помогает так мы стараемся не отставать от этих новейших технологий используем в нашей работе интерактивные 3D модели вот например из последнего мы закупили 6 анатомэйч столов это такой большой планшет с системой в которую загружен 3D атлас и те области которые например на препаратах недоступны осмотром мы можем вот здесь вот например убрать кожу целиком посмотреть мышцы фасции как они покрывают мышцы или к примеру я хочу увидеть какие-то срединные структуры головного мозга да чтобы мне посмотреть на обычном препарате мне придется взять головной мозг и вырезать грубо говоря всю окружающую ткань чтобы дойти до сердцевины и конечно никто этого не позволит сделать потому что это достаточно большая редкость раньше в факультет получал биоматериал еще при Советском Союзе из патолого-анатомических отделений но после того как в закон вступил приказ о похоронном деле это уже считается как тело человека а не просто биоматериал для научных целей и соответственно мы получили вместе с этим законопроектом все вытекающие санфины права личного характера и так далее и для того чтобы такое тело или орган получить на кафедру для занятий нужно разрешение правоохранительных органов но вы же понимаете когда к правоохранительным органам приходит сотрудник из факультета и говорит дайте нам например одну почку от тела в которой родственники отказались для захоронения то это возникает целая проблема сначала нужно объяснить для чего это как это цели задачи а главное как это важно не все это понимают поэтому это достаточно трудно вот и купить анатомейш который стоит 5-6 миллионов гораздо легче чем получить одно тело так как сталкиваешься с непониманием людей которые с медициной никак не связаны вот но мы эти столы конечно не храним как музейный экспонат хоть они и дорогие мы позволяем студентам работать с ними они стоят в этих анатомических музеях в свободном доступе вы можете прийти в свободное занятие время включить их и поработать вот студентка это одно из первых занятий когда эти столы только пришли мы поручили студентам изучить работу чтобы они тоже умели вот ну сломаю так сломаю что же делать для вас же все куплено вот и вот девушка одна из первых студентов которая научилась работать на этом и на этом и на этом и на этом в принципе не участвуем вот и вот она показывает возможности стола и свои возможности работы с ним сотрудниками кафедры вот наши профессора и преподаватели и заведующих кафедры Валентина Иванович Козлов вот студенты сидят то есть все очень происходит ну как сказать мы относимся к нашему студентам как коллегам с уважением и они соответственно могут свободно разговаривать задавать вопросы подойти к любому преподавателю и вступить в диалог и какие-то проблемы свои озвучить и никогда не получат отказ вот этот пример того как проходили профориентационные занятия в прошлом году вот сидят ребята здесь группа из трех человек но на заднем плане просто остальные их не видно здесь было человек 6 ребята очень хорошие приехали интересующиеся многие уже знали кем они хотят быть вот мы посмотрели как работает Anodomage они попробовали ничего сложного не оказалось вот вы видите сзади эти музейные препараты о которых я вам рассказывала это анатомический музей номер 4 называется тема нервная система и здесь стоит интерактивная образовательная платформа с видой изображением тела человека периодически мы систему это обновляем потому что она совершенствуется и качество становится все лучше и лучше сначала мы были не очень довольны качеством этого слова но сейчас уже после последнего обновления конечно это что-то вообще подписающее но это все равно все вспомогательное и главное с чем работают наши студенты это конечно же кадавер кадавер это термин который используется для того чтобы называть труп который подготовлен для занятий потому что если труп не подготовлен то конкузент на нем не может ничего изучить поэтому мы убираем лишние ткани чтобы вы видели органы и смотря какая тема там есть своя специфика есть кадавер мышечный где только мышцы от препарированные органы все убраны чтобы не мешали потому что есть глубокие мышцы которые сейчас на этом слайде вы не увидите так как вы видите флангологический кадавер флангологический кадавер это большая ценность в нем сохранены все органы в том положении в котором они находятся во вашем теле и ценность этого кадавера именно в этом чтобы студент медик врач который когда пойдет в брюшную или грудную полость мог оценить как там будут располагаться органы что он увидит и если он увидит что-то необычное чтобы он мог предположить как это должно было быть и что это за образование возможно это большая опухоль которая в норме там не должна быть чтобы уметь ее отличить сейчас секундочку так тут пишут что у нас заканчивается время трансляции потому что здесь есть ограничения поэтому возможно нам придется подключиться еще раз я запланировала еще вторую конференцию для того чтобы ну как бы довести это до конца вот и вот пожалуйста ребята видите свободно работают даже без преподавателя с атласами берут книги и изучают это вот такие у нас есть черепа это самый красивый наверное препарат на кафедре как мне нравится больше всего потому что здесь располагаются кости так как они располагаются в черепе и если его чуть-чуть с периферии придавить то он начинает формироваться в настоящий тело черепа это конечно очень хорошо потому что когда вы учите отдельные кости представить как они соединяются просто по описанию немножко сложно сколько только начинается потом конечно нет но для первого курса вот этот препарат наверное очень такой вот эмоционально влияющий на восприятие вот препарат который называется мочеполовой аппарат здесь вы видите почки семенники половой член это мужской мочеполовой аппарат по нему изучается мочевая система и половая система которые вот объединены в такую вот конструкцию и почему этот слайд выбрал в том что вот лежит сердце видите оно не препарированное тут есть жир который мешает изучению поэтому ребята из моей группы это наши препараты я выбрала лучших ну как бы учеников которые более-менее ответили эту тему и они готовили этот препарат для занятий то есть сидели со скальпелем и удаляли вот эти вот как бы ткани которые мешают изучению чтобы мы потом могли использовать это в работе поэтому вот эта большая редкость я знаю что ни в одном другом лунде по крайней мере в Москве такое студентам делать не разрешается а у нас это входит учебный план и вы за это получаете дополнительные баллы заодно когда вы препарируете сердце конечно вы уже никогда не забудете как там идут сосуды которые немаловажны вот это уже современное занятие но видите мало что изменилось это наша 107 аудитория которую вы видели на третьем слайде вот здесь вот есть тоже муляжи искусственные и вот ребята на перерыве пока еще занятия ничего сидят могут заниматься вот в зале тоже стоит и висят схемы схемы старые остались еще со времен СССР лучше мне к сожалению ничего пока что не придумали вот это две мои студентки я их очень люблю это Джина Миязова она очень умная но преимущество у нее направление такое научное университет она лучше всех занимается практически ну одна из лучших студентка из Туркмении и за свои заслуги и усилия мы отправляли ее дважды в Венгрию в университет земельвейса на международную конференцию вот а эта девочка это Анна Огнева вот у нее такие задатки в хирургии и она как-то подошла и попросила сотрудников наших в частности меня чтобы ей помогли как-то на дежурь что поездить или еще что-то ну вы же понимаете мы все учились у нас есть коллеги соответственно наша база попросили и хирурги взяли ее к себе и научили и уже она к четвертому курсу могла выполнять какие-то малоинвазивные манипуляции и участвовала тоже в международной конференции посвященной осложнениям гнойных рамок ну тут в принципе все классическое вот стоит настоящий патолого-анатомический стол видите здесь есть такие как бы зазоры для того чтобы когда у них скрывается труб и стекала кровь ну конечно трубу мы здесь не скрываем но столы мы постарались закупить такие чтобы когда вы придете на работу для вас было все знакомо как в родном стенах университета ну тоже ребята это Павел он тоже хирург но как-то вот в международных конференциях участие не решил не принимать вот пример занятий по нервной системе орган зрения то что мы делали с ребятами на профориентационных занятиях в прошлом году вот муляж глаза он где-то размером с большое яблоко здесь разборный муляж он позволяет как бы его всего разобрать послойно и посмотреть как глаз устроен вот это вот стекляшечка впереди это роговица а вот эта цветная зона это радужка и между роговицы радужкой находится передняя камера глаза а между радужкой и хрусталиком который за зрачком там вот находится это задняя камера глаза и чтобы вы понимали как бы разницу вот мы ребятам дали настоящий глаз сначала конечно была задача потрогать определить тургор нормального глаза и мы цикли в него разными предметами пытались определить насколько он прочный и легко ли повреждаемый вот дальше мы сделали окно в белочной оболочке и посмотрели что же внутри его наполняет и оттуда вот так вот медленно стекала такая стекловидная тело называется оно не жидкое похоже даже не знаю чем сравнить но оно на сопли больше вот но абсолютно прозрачное и если вот мы на марлечку клали оно когда высыхает не остается немалейшего следа вот мы расширили окно чтобы посмотреть сейчас вот мы находимся в задней камере глаза за радужкой и вот видите какой скальпель то небольшой по размеру видите достаточно большой крупный где-то в половину лезвия получается у нас в глазу располагается хрусталик который удерживается вот на этих тонких ниточках которые называются ресничное тело мы конечно же этот слайд не может передать ребята были в полном восторге то есть настоящие вот эти вот ощущения эмоции это конечно было было ну чтобы вы не думали что это все подлог я взяла из интернета вот пожалуйста это я вот сидят эти ребята которые их видели около на канале я показываю инфемиер вот лежат два глаза это добровольцы которые вызвали повторить этот опыт и они тоже это все выполнили были довольно-таки счастливы от происходящих событий вот разобранная модель и хрусталик ну и как самый понятный наверное анатомический объект мы и занимались его изучением вот что у нас получилось вот хрусталик мы лежаем вот настоящий хрусталик и вот сравнение на столе два искусственных и настоящие ну и конечно же я дала изучать череп глазницу в частности задача была сравнить размер так как глаз намного меньше глазницы зачем же такая большая глазница если глаз такой маленький дело в том что все такие вот полости которые содержат жизненно важные органы которые двигаются вы глаз все время двигаете вращаете вокруг как подушка окружает плечатка которая обычно называется ретро ретро это сзади дальше мы подставляем название органа у глазной яблоты это буль соколи запечатка вот назвать ретро бульбарная вот спасибо за внимание это вот девушки которые приходили к нам на профилитационные занятия они довольны каким-то понравилось я принесла я принесла им головной мозг мы смотрели какой он по консистенции на ощупь тоже и смотрели звери набор обсуждали что за что отвечают такие самые нескучные зоны вот поэтому сейчас я с конференции выйду и потом мы снова подключимся на вторую конференцию и обсудим ваши вопросы уже в онлайн на чате алло я вас слышу все дошло до конца потому что я не уверена мне там писали что конференция окончена было написано что она обновлена и что время добавлено ой здорово здорово очень хорошо ну в общем зря я торопилась получается какие вопросы у вас алло Татьяна вы не включили звук поэтому вас было не слышно сейчас я пытаюсь это наладить Ольга Валентиновна у вас есть вопросы какие-нибудь к нашему преподавателю или ко мне ребята если есть вопросы задавайте пожалуйста сейчас они включат микрофон там мне очень понравилось я в восторге спасибо а стоимость обучения в 2020 какая вы знаете я не знаю если честно я стараюсь от всех финансовых вопросов немножко держаться в стороне поэтому наверное вам лучше эти вопросы задать сотрудникам приемной комиссии или можно Максимовна я думаю вас проконсультировать к сожалению стоимость обучения в УЗИ пока еще не ясна это все вопросы в приемной комиссии курсы если профориентационные для вас как для школьников партнеров многие занятия проводятся бесплатно то есть за вас оплачивает департамент образования вот а касаемо самого обучения лечь факт стомат информации это надо непосредственно позвонить в приемную комиссию или написать им по-моему 25-го будет день открытых дверей можете онлайн в режиме можете задать этот вопрос я со своей стороны что могу прокомментировать это то что конечно несмотря на то что вообще обучение сейчас вечно дешевое но вот я например в свое обучение вложила очень много денег только я училась на бюджете но так вот недавно мы сидели прикинули у меня получилось за счет бюджетного обучения включая все вот это дополнительные курсы образования повышение квалификации я уложила порядка двух миллионов на самом деле вот но каждая бумажка каждый сертификат каждый налог за который мне пришлось платить ну как бы понимаете эта сумма она не складывается на самом деле стоимостью даже обучения она складывается из вашего времени которое вы этим посвящаете потому что это сейчас пока вы еще молодые вы думаете сейчас я заплачу отхожу от учусь и вот я буду врачом нет вы заканчиваете получаете диплом а потом вы всю жизнь учитесь проходите какие-то квалификационные курсы чему-то обучаетесь зачастую это стоит денег и время главное когда вы могли работать и что-то заработать но вам приходится ходить учиться и тратить деньги но я вам хочу сказать уже на своем опыте прожитых лет что каждая бумажка мне окупилась в 10 раз потому что медицинская профессия она все более востребованная ну к счастью наверное люди начинают понимать особенно с этих последних событий насколько работа врачей важна да и раньше как это говорится платить гигантские деньги футболистам платят и смотрят на это но уже люди начинают понимать что никакой футболист не вылечит вас ни от инфекции ни от гангрены ни от инфаркта и к сожалению при наличии этих заболеваний уже никакой футбол не нужен и слава богу что вот уже на протяжении многих лет популярность профессии растет и наверное в большей степени таким вот курсом который сейчас у нас вы проходите слушайте отзывы и реально что люди проживают видеть воочию потому что раньше когда я поступала это для меня было какой-то задаткой и я ушла как помощь просто знала что я должна быть врачом или никем а что меня ждет впереди не знала вы уже можете походить смотреть онлайн демонстрации какие-то и даже когда у меня была возможность я своих ребят водила в морг я судебно-венцинский эксперт и кто хотел вот я их тоже с собой брала и показывала что это за работа как и ну мало кто конечно после этого захотел вот но возможность такая есть знаете чтобы не пойти в профессию а потом наткнуться на то что то что вы представляли и то что есть на самом деле отличается поэтому если вы придете к нам то вы не сидите ну да первый курс конечно требует много времени вот и затраты и сил и некогда а вот конец второго курса и третьего многие мои студенты подходят ко мне и просят там а можно мы попробуем сирурги потому что вы идете в профессию и чтобы вы нас тоже не опозорили потому что если вы где-то даете ляк спрашиваются какой вы усилию заканчивали вот поэтому конечно ну как вот среди моих коллег наши выпускники одни из наиболее сильных и такие вот профессионалы даже не из-за того что мы какие-то супер сильно там учим или что-то вот именно наша фишка то что мы своих студентов любим как своих детей и стараемся как бы в них зародить именно любовь к профессии потому что никто не может вас научить если вы этого не хотите поэтому главная задача наша кафе особенно потому что к нам приходят в школе для первого курса только-только молодые еще юные именно сделать так чтобы вы это полюбили еще вопросы ребят есть еще вопросы если нет вопросов мы наверное завершим видеоконференцию скажем спасибо нашему преподавателю и тогда уже наверное завтра тоже у вас будет конференция пока еще не знаю либо стоматологии или по уходу за хирургическими больными различная гнойная инфекция есть вопросы нет спасибо большое вам спасибо удачи вам ребята спасибо большое Виктория Петровна тогда мы с вами прощаемся мы на связи если у ребят будут какие-нибудь вопросы девочки мальчики